После нападения Хамас на Израиль и последовавшей за этим военной операцией Цахал в секторе Газа, ситуация накалилась и на западном берегу Иордана. Здесь в ходе военной кампании уже убиты более 200 палестинцев. Министр национальной безопасности Итмар Бенгвир объявил о закупке 10 тысяч винтовок для еврейских поселенцев. Чувствуют угрозу и палестинцы, проживающие в Восточном Иерусалиме. Фахри Абудиаб прожил в этом доме все свои 73 года. На прошлой неделе он получил от властей уведомление на иврите о том, что его дом подлежит сносу. После этого Хамас Фахри был, что рассказать по поводу отношения к палестинцам, но он боялся общаться с журналистами. Мужчина опасался тюремного заключения. По мнению экспертов-юристов, разрушения домов являются незаконными с точки зрения международного гуманитарного права. Но Фахри потерял веру в правосудие. Представители израильской НПО, выступающие за мир между израильтянами и палестинцами, говорят, что враждебность между общинами растет. The authorities, instead of calling increasing calm, creating forms of communication, relaxing the tensions, are just feeding it through actually handing out weapons. Politicians are inciting. And no one is actually offering israelis and palestinians in Jerusalem a way to live together, after israelis were butchered, and palestinians are being butchered in Gaza, and we're supposed to somehow handle this situation. Заместитель мэра Иерусалима отрицает рост насилия и утверждает, что никто не должен стоять выше закона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова